Всем привет! С вами Айка и сегодня я вам покажу процесс коррекции. Сразу скажу, что времени у меня очень мало, всего час, и за час я должна успеть сделать две руки. Я не профи, делаю чисто на любительском уровне и некоторые моменты пропускаю, чтобы ускорить процесс. Но несмотря на это, покрытие у меня держится просто идеально, без отслоек, без сколов на протяжении месяца. Конечно, если сидеть за этим процессом около трех часов, получится намного аккуратнее, но сегодня мы попробуем сделать максимально быстро и посмотрим, что же у нас получится. Итак, начнем процесс со снятия старого покрытия. Я буду это делать керамической фрезой с желтой насечкой. Она просто ужасная, очень тяжело снимает покрытие, но я просто ее заказала на шейне и теперь мне приходится ею пользоваться. Но если вы сейчас на этапе покупки материалов, то я вам советую взять твердосплавную фрезу с красной насечкой. Ее покрытие можно снять в два раза быстрее, чем с этой фрезой, хотя стоят они одинаково. Также здесь очень важно иметь очень мощный аппарат. Мы ставим на максимальную скорость и начинаем снимать покрытие. То есть это обязательно на низких оборотах, вы будете просто целую вечность снимать покрытие. Вот, и еще некоторые я видела в ютюбе, снимают до сих пор пилкой. Это просто квест, это реально очень сложно и я считаю, надо упрощать себе жизнь. Также, чтобы сэкономить наше с вами драгоценное время, я убираю длину фрезой. Конечно, можно это сделать пилкой, но пилкой просто времени побольше уйдет, поэтому сразу пилите фрезой. Потом уже придаем форму уже пилкой, но самую главную работу должна сделать фреза, чтобы все это было намного быстрее. Следующий этап это маникюр. Для маникюра нам понадобится пушер и фреза пламя. Пушером аккуратно отодвигаем кутикулу. У меня она не сильно наросшая, поэтому это все делается очень просто. То есть у меня не сильно налипшая и она не сильно растет, ее еле заметно, но все равно щипчиками я ее убираю. Затем фрезой пламя проходимся по кутикуле, образуем там небольшой карманчик и вычищаем птилики. Чтобы опять же сэкономить свое время, я прохожу этой же фрезой по отросшей части ногтя, чтобы убрать глянец. Обычно это делают бафами или пилкой, я делаю фрезой, чтобы было быстрее. Щипчиками убираю ненужное мясо, казалось бы его нету, но вот я нашла хоть чуть-чуть. У меня она не сильно выраженная, но все равно убираем со всех ноготочков. И получается очень красивый чистенький пальчик. У меня щипчики от Starlex. Затем берем безворсовые салфетки, макаем в обезжириватель и вытираем ноготь от пыли и от всего. И все, ногти у нас полностью готов к нанесению базы, цветного покрытия и всего такого. Получилось очень аккуратно и красиво. Теперь надо то же самое проделать со всеми остальными ногтями. В принципе мы спокойно можем обойтись и без твердого геля, просто нанести базу, сделать выравнивание и все. Но я вне зависимости от того, какой длины ногти я делаю, я всегда укрепляю их гелем. Обычно это вот этот вот гель от Runeil. Сегодня я открываю новую баночку. Обычно одна баночка у меня идет где-то год. Вообще по моим подсчетам делать гель-лак на дому очень выгодно. Это безумно бюджетно, потому что все эти штучки для маникюра стоят копейки просто. Поэтому если у вас тоже есть желание, почему бы не начать. Я всегда в работе использую только этот гель, потому что он очень круто самовыравнивается. И он достаточно жидкий. С ним сложно работать, но когда переворачиваешь палец, создается идеальный блик. Поэтому он мне подходит просто идеально. Ну начнем мы не с геля, а с праймера. У меня такой от Blue Sky, стоит он 3 копейки и подходит мне просто идеально. Праймер наносим на все пальцы и ждем 10-15 секунд, чтобы он впитался. Я пробовала делать и без праймера и у меня это покрытие тоже держалось отлично. То есть с праймером или без у меня все держится. Но сегодня я решила нанести все-таки праймер. После того, как праймер окончательно впитался, я наношу базу. Сразу наношу на все пальчики, на все 4 и потом уже в лампу. У меня база от Blue Sky. У вас может быть любая другая, с которой вам удобно работать. Я не претендую на звание мастера и все-таки уже жду в комментариях, все начнут писать, что я делаю не так. Но самое главное, что покрытие у меня держится и результат мне нравится. Я считаю, что это самое главное. Все остальное второстепенно. Отправляем сушиться в лампу на 1 минуточку. Можно на полминутки, в зависимости от мощности вашей лампы. Теперь переходим к самому интересному нанесению геля. Чтобы не пачкать дополнительные кисти, я беру кисть от базы и наношу прям ей. Распределять гель нужно таким образом, чтобы около кутикулы было минимальное количество геля. На зоне апекса максимальное количество и у кончика опять мало геля. Но это все ерунда. Когда я переворачиваю палец, у меня все распределяется так, как надо. А вот и результат. Несмотря что свет находится справа, все равно посмотрите, какой классный блик получается. Вообще, по идее, после нанесения геля еще нужно немножко пройтись пилкой, опилить, чтобы покрытие было идеально ровным. Я это не делаю для экономии времени. Да и так мне все нравится. В принципе, я считаю, что даже ничего опиливать не нужно. Посмотрите, какой идеальный блик получился. Вообще, если вы хотите реально идеальные ногти, сначала нужно взять совсем немного геля, распределить его по всей ногтевой пластине. А потом уже взять большое количество геля и нанести прям таким толстым слоем. Потом перевернуть палец и вот тогда будет просто супер. Тогда будет идеально. Уже остальные все ногти я сделала этим способом. Почему-то первый я как-то тупанула, сделала по-другому, но все равно первый ноготочек тоже получился идеально, просто красавец он. И два пальца у меня уже готово. Два еще осталось. Времени уходит немного абсолютно, просто есть немало, поэтому немножко затянулось. А так все это делается быстро, очень легко. Теперь самое сложное. Нужно выбрать цвета. На самом деле, я в сообществе вам выкладывала дизайн, который я хотела сделать. Но, к сожалению, сегодня у меня очень мало времени, поэтому надо что-то простенькое. Можно два фиолетовых цвета или, возможно, красные сделать. В общем, я пока что думаю, какой цвет сделать. Большинство гель-лаков из этой палитры это джеб. Я вам во влогах показывала, как я покупала эти гель-лаки. Мне очень нравится, как они наносятся. Некоторые цвета в один слой, какие-то лучше в два. Я выбрала такой красивый красный цвет. Но очень трудно наносить оттенок. И при этом еще камера стоит, она мешается. Поэтому было очень сложно аккуратно нанести и сделать ровное покрытие. А гель-лаки от Джефф, они стоят вообще 3 копейки. Но мне они очень нравятся. И я часто у нас в Азербайджане в салонах видела, что в салонах девочки тоже пользуются именно этими гель-лаками. Абсолютно не реклама, просто чисто сама попробовала, понравилась. И вам могу посоветовать эти гель-лаки. Снимать было безумно неудобно, поэтому этот момент остался за кадром. Я сделала себе вот такой вот маникюр. И сверху нанесла топ от Blue Sky без липкого слоя. Покрытие мне нравится, учитывая, что я сделала за полтора часа. Но это потому, что я снимала. Если бы я не снимала, я бы спокойно сделала за час. Переставляла камеру туда-сюда. Поэтому немножко долго получилось. А так мне все нравится. Месяц теперь буду гонять с красными ноготочками. Даже кто-то в комментариях написал, что напоминает новогодний дизайн. Но делается очень просто. На этом все. Всем пока!